Ёлка традиционная и, пожалуй, главный атрибут Нового года. Продажа живых елей еще не началась, а вот искусственная уже нарасхват. Корреспондент Восьмого канала посетил места продажи искусственных елей и узнал, во сколько обойдется горожанам пластиковое дерево. Цена самой дорогой ёлки, которую нам удалось найти, составила 27 тысяч рублей. В известной сети магазинов нашего города её преподносят как ель премиального класса производства России с литыми ветками, встроенной электрогирляндой и усиленной подставкой-крестовиной. Ель Версальская, так она называется, вряд ли будет по карману обывателю. Поэтому тут же в качестве альтернативы предлагают приобрести полуметровую ёлочку, украшенную шишками уже за 4 тысячи рублей. Ёлки на любой вкус и кошелек можно найти и на рынке. Здесь за новогоднее дерево со встроенной гирляндой покупатели отдадут от 2 до 4,5 тысяч рублей. По словам продавцов, цена зависит от высоты дерева. Чем выше, тем дороже. Все веточки, они все мягкие, они все гнутся, можно самому её, то с ней уже сделать. Она складывается, очень компактная, то есть не осыпается. Люди уже покупают, то есть спрос уже идет большой, поэтому в принципе ёлки почти все разошлись. Здесь же покупатели приобретают ёлочные украшения. Выбор огромный. Большинство из них пластиковые. Именно они наиболее востребованы, говорят торговцы. Ну, стекло они очень спросом пользуются, они пьются. А тем более берут, когда, ну, детки, да, у кого-то, с ней берут пластмасс, то есть он в принципе достаточно мягкий и они не будут ломаться. Еще одно дополнение – поющая фигурка Деда Мороза. Особый интерес к такой игрушке проявляют дети, а родители уже не в силах отказать своему чаду. Берут детям, да? Снегурочки не хватает. Искусственная хвоя вполне может стать альтернативой натуральным деревьям. Например, в продаже есть ели, уже украшенные разнообразным декором, поэтому на бусах и игрушках можно сэкономить. Да и прослужит она не один год. Екатерина Зверева, Яна Якубич, Игорь Егоров. Новости на Восьмом.